Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна ментов, течет рекой в края чужие, живой поток твоих сынок. По сравнению с тем, что происходит сейчас в соседней стране, на ее территории, мне кажется, то, что переживаем мы, это, ну, так себе. Существует только одна позиция российскому режиму, и это Украина. Мнение украинского журналиста Павла Казарина. Далее цитируем. У российской эмиграции незавидна судьба. Последние четверть века эти люди соглашались на роль удобных спарринг-партнеров для набиравшей силу диктатуры. Занимались придворной благотворительностью, боролись за право строить велодорожки и гордились ролью буржуазного фасада у строящегося концлагеря. Меня удивило то, что кроме меня никто ничего не сказал из предпринимателей. Внятно. Как только лагерь достроили, фасад уехал в эмиграцию. Многие из них теперь предпочитают считать себя гражданами мира, а потому убеждены, что легитимность их нравоучений распространяется на весь земной шар. За какой границей? Где вы видите границу? Я живу в мире. Инфантильные свысока комментируют события в странах, давших им приют. Отчаянно не понимают, почему попытка воспевать российский 2013-й мало чем отличается от попыток романтизировать немецкий 1936-й. Время от времени эти люди пытаются напомнить о себе. Ругают Евросоюз, который недостаточно чуток к их запросам. Пишут о недальновидности Украины, которая пренебрегает их талантами. Огорчаются тому, что их считают не жертвами российской реальности, а ее соавторами. И оттого воюют с концепцией коллективной ответственности. Ну я не считаю, что это справедливо по отношению к людям. Мы же ничего не сделали. Да, то есть это не наша, как это называется, спецоперация. Мы в этом не виноваты. У них не осталось инструментов влияния, и единственная доступная функция для них – это быть плагом и символом. Но если до полномасштабной войны они могли назначить себя на эту роль самостоятельно, то после 24 февраля без Украины им не обойтись. Вся российская миграция – это лишь один из небольших отголосков войны. Он несопоставим с происходящим в Украине ни по масштабу драмы, ни по масштабу трагедии. Вторжение лишило РФ права на этику, и единственным держателем легитимности в регионе оказалась Украина. Моральные полномочия Киева выросли, и лишь он отныне имеет право давать моральную санкцию. Теперь уже Украина в праве решать, кто является ее союзником, а кто противником. Только она имеет право определять, кто в РФ был противником режима, а кто выступал в роли его архитектора. Только она может говорить о редакции мира и о желаемой картине завтрашнего дня. Без нее любой разговор об устройстве будущего невозможен. И потому война лишила российских эмигрантов не только дома, но и субъектности. Любые их разговоры про завтра не имеют смысла, пока не получили моральную санкцию от Киева. А потому Украина нужна российским эмигрантам куда больше, нежели они сами нужны Украине. Благодаря добровольцам российским, которые воюют на стороне ЗСУ, воюют с путинским режимом, с оружием в руках, у нас, у россиян, появляется настоящий выбор. Наконец-то у нас есть возможность присоединиться к российским добровольческим батальонам, к сибирскому батальону, к легиону свободы России, к РДК. У нас есть возможность, мы, я надеюсь, используем этот исторический шанс для того, чтобы сформировать свою повстанческую антипутинскую армию, которая и поможет освободить территорию Украины от путинских захватчиков, и в дальнейшем освободит территорию России от путинских КГБшных оккупантов. Главная особенность российской оппозиции в том, что она не является оппозицией. Этот статус по своей природе неразрывно связан с борьбой за власть, но вряд ли кто-то всерьез полагает уехавших претендентами на российское будущее. Пока в РФ вертикаль напоминает звенящий от напряжения столб, единственное, что остается российским несогласным, это роль диссидентов. Тех самых, что всего лишь защищают свое право стоять в стороне, пока остальные маршируют на плацу. Российские эмигранты не способны выводить людей на улицы, не влияют на происходящее в стране, добровольно самоустранились от любых силовых акций. До войны их главная повестка сводилась к борьбе с коррупцией. И уже тогда это не было главной проблемой России, а теперь российская коррупция служит для Украины настоящим вторым фронтом. И бороться с ней все равно, что призывать Москву быть более эффективной в уничтожении Украины. Мы видим, что закрытость трат государственного бюджета на военно-промышленный комплекс и Министерство обороны формирует колоссальный коррупционный рынок. Дома Шойгу, дома заместителей министров обороны, зарубежные активы руководителей государственных корпораций, связанных с Министерством обороны. Это все тому яркие примеры. Поэтому да, действительно, воровали много и продолжают воровать. Война стала актом саморазоблачения России. Многолетние разговоры об иных целях и форматах ее существования отныне белый шум. Несмотря на это, российские несогласные упрямо ищут в недавнем прошлом поворот, на котором их страна свернула не туда. Кто-то назначает на эту роль первую чеченскую войну, кто-то выбор Путина на роль преемника, кто-то крах протестов на Болотной. Но сегодня все эти рассуждения напоминают дискуссию о том, мог ли хищник добровольно сменить рацион и переквалифицироваться в травоядные. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гореть поросят и под свинок по этой тайге, а питаться ягодками, метком. Любые поиски этой развилки – эдакая форма бегства от реальности. Российские эмигранты отчаянно пытаются не замечать того, что сама архитектура их страны обрекает ее на имперскую судьбу. Что духовные скрепы – это обязательный атрибут для страны, в которой ненцам и чеченцам, тувинцам и дагестанцам предписано жить под единой государственной крышей. Они изо всех сил пытаются не смотреть вверх, иначе им придется признать, что проблема России не в фамилии ее президента. Проблема России в том, что любой, кто попробует ее сберечь, обречен становиться драконом. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного. А потому российские эмигранты не могут ничего предложить Украине. Они не способны бороться за власть, не готовы ставить диагнозы своей стране, не умеют смотреть фактом в лицо. Иначе бы им пришлось признать, что Путин не навязывал России повестку войны и ресентимента. Иначе бы им пришлось признать, что в этот низовой запрос он всего лишь угодил. Внизовой запрос того самого общества, моральными и политическими авторитетами которого они себя считали. Все эти люди не нужны Украине, но всем этим людям очень нужна Украина. Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрал 12 миллионов. Худо-бедно. Которое тоже пошло на помощь Украине. Украинское сопротивление дарит им надежду. На то, что режим не навсегда. На то, что у них есть завтра. На то, что существует какая-то редакция будущего, где всем им может найтись место. И главное, чего им не достает, это признание со стороны Украины. То самое признание, которое верифицирует их этический статус. Только оно способно примирить российских эмигрантов с их собственными биографиями. Отделить архитекторов режима от его жертв. Последовательных противников от неудачливых попутчиков. Очень ценное качество в ситуации, когда в послужном списке каждого уехавшего с избытком хватает двойственности. А потому эмигранты так хотят делить цену, сидеть рядом и звучать общим голосом. Мне, мне, я, я. Украина – главная жертва российского режима. И потому вправе определять, кто еще может претендовать на аналогичный статус. Уж коли единственная роль уехавших россиян – это быть флагом и символом, то именно Киев вправе решать символом чего конкретно они будут. Видя, как русский брондирующий интеллигентский класс часто пренебрежительно прежде, а сейчас с каким-то жалостью относятся к украинскому началу, я посчитал возможным именно об этом сказать. Очень важно сделать так, чтобы русские прекратили лезть к Украине с тем, чтобы каким-то образом пытаться искупить вину за совершенное Путиным путем бесконечного навязывания себя украинскому общественному мнению и политику. Подлинная цель наша, людей настоящих, – это навсегда отстать от Украины. Прекратить вообще, более того, не только какой-то нарратив создавать для Украины от имени России, хорошей России, а навсегда отградиться, отдать ее территорию Украине, расплатиться всеми репарациями за сделанное и, наконец, уже разойтись навсегда, чтобы потом через этот забор, перекидываясь словами, говорить о том, что, может быть, все-таки как-то где-то давайте торговать, давайте с чего-то начнем нормального, человеческого. А тут нам будут часто кричать со стороны Украины, что идите, чтобы мы вас больше никогда не видели. И самое главное – русским прекратить обижаться на это. Потому что тем есть, за что нас упрекать и за что посылать нас далеко на три буквы, как они посылают эти все корабли и так далее. Смерть Алексея Навального закрыла дискуссию о способности оппозиции влиять на российскую реальность. Любые разговоры о переменах изнутри больше не имеют никакой перспективы. Поддерживать внутрироссийские инициативы нет смысла. Система закапсулирована, мобилизована и настроена на войну. Единственный способ проинвестировать в прекрасную Россию будущего – это пожертвовать деньги на вооруженные силы Украины. Потому что единственная оппозиция российскому режиму – это Украина. Сейчас Путин, он путинский режим, он воюет не просто с Украиной. Это война тирании и демократии. И Украина сейчас воюет за демократию. Она воюет на самом деле за весь мир. Вот почему так важно поддерживать и Украину, и ЗСУ. И, естественно, поддерживать российские добровольческие формирования, которые воюют на стороне ЗСУ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok